Сердечно-сосудистые заболевания считаются самыми распространенными в мире. Их даже называют эпидемией 21 века. Банальная гипертония, как уверяют врачи, часто в дальнейшем может привести к развитию других, более грозных недугов. Пациенты с нарушением ритма сердца, с тяжелой хронической сердечной недостаточностью. Также у нас бывают пациенты и с инфарктом миокарды, с тромбоэмболией, легочной артерией. То есть весь спектр заболеваний, которые существуют в мире, они проходят через нас. Видновчанин Александр Леньков в 2007 году попал в кардиологическое отделение ВРКБ с инфарктом. Мужчине на тот момент было всего 47. Медики буквально вернули его к жизни. С тех пор он регулярно проходит плановое обследование и лечение в районной клинической больнице. Эти люди мне просто не дали, как сказать-то, душевно упасть. Что можно и с такими травмами жить. Я, конечно, стал к себе совсем по-другому. Со стороны взглянул на себя и стал по-другому относиться к себе. И поддерживать, как говорится, свое здоровье. За 21 год работы ВРКБ заведующий кардиологическим отделением Дмитрий Орловский вместе со своей командой поставил на ноги множество пациентов. 24 числа в 5 часов утра я почувствовала себя плохо. Измерила давление, пульс и поняла, что мне нужно обязательно попасть сюда, в эту кардиологию. Потому что я уже знала врачей, я им доверяла. Кардиологическое отделение ВРКБ – одно из самых больших Московской области. Оно рассчитано на 65 коек, из них 6 в палате интенсивной терапии. Здесь есть все необходимое оборудование. В случае, если у пациента возникает редкий пульс, 40-30 ударов в минуту, только вот этот вот маленький аппаратик и проводок, который мы подводим непосредственно, заводим в сердце, он помогает нормализовать частоту сердца, позволяет человеку дожить до имплантации постоянного кардиостепометра. 29 сентября во многих странах отметят Всемирный день сердца. Эта дата – возможность в который раз напомнить людям о том, насколько важную работу выполняет этот орган. И как легко ее нарушить неправильным образом жизни и невниманием к своему здоровью. Должны насторожить одышка, чувство нехватки воздуха у человека, который до этого прекрасно переносил физические нагрузки. Это приступы сжимающих боли из-за грудины, которые могут возникать как при нагрузках физических, так и иногда в покое даже. Сердце любит здоровый образ жизни, умеренные физические нагрузки и положительные эмоции. Врачи рекомендуют совершать пешие прогулки не менее 30 минут в день, регулярно проходить диспансеризацию и при любых настораживающих симптомах обращаться к медикам. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.